Я Крюшников Николай Викторович, рок-герой села Махового. Тюремных женщин прошу не беспокоить. Украли песни, короче, потом песни украли, короче, желтого. Альбом назывался «Желтая лодка», короче. И вышел их альбом, короче, с нашими песнями. Так, подожди, представься, ты кто такой вообще? Я. И в каком городе живешь? Я живу в селе. В каком? В Маховом. Ну, представься вообще, кто-то такой, где же? Я, Николай Викторович, рок-герой Махового. Ага. Махового. То есть, ты хочешь сказать, что приезжал Джон Леннон к вам в село? Да. И спиздил какую-то, что спиздил? Желтую лодку? Да. В смысле, песню «Желтая лодка»? Да, песенка «Желтая лодка». Песенка «Желтая лодка». А по-английски это как звучит? Я забыл уже. «Ела в субмарин». Да, «Ела в субмарин». И на самом деле, это правдивая история. В 60-м году к его прадеду приезжал сам Джон Леннон. Это рассказывал нам дед король, там местный житель. Ага. Вот. И они, короче, бухали самогон. Ага. И, короче, он раньше путешествовал по Южной Америке, короче, по Штатам Соединённым. Ну, короче, весь мир, можно сказать, объездил. Ага. И, короче, занимался сочинением музыки, писал песни. То есть, короче, Джон Леннон спиздил песню. Вот это, «Елла сумбарин», я так понимаю. «Желтая сумбарина», не только эту. Там множество хитов. И много было хитов, там все. «In my love», «I love you more». А «Лет и Бей», это не твой дед? Да, это его дед. Много стихов было. Да, действительно. А Пол Маккартни не приезжал? Такого не было там? Не, не было. Не было. Не, он в соседнюю деревню какую-то до нас не доехал. Там, где Рэмбо жил, что ли? Да, у него. Ага. Они же, понимаешь, вот этот грайнкор, на самом деле, зародился в Орле. Это америкосы все вот это попиздили с англичанами и выдали за свое. Так что ты теперь хочешь? Из группе Битлз, что ли, предъявить? Да, да, да. Сколько денег хочешь? Сколько дадут? Нет, ну ты как-то несерьезно вопрос, мне кажется, ставишь. Они же миллионеры. Ты проси, сколько нормальную сумму проси. Три миллиона долларов. Три миллиона долларов. Это скудно, мне так кажется. Могут и больше. Ты тут чувак один слыхал? Миллиард требует с металлики и пожизненное содержание. И сказал, ему хватит. А тебе вот только три миллиона долларов хватит. Это вообще скудно. Ты не жадный? Не, не. Не жадный, да? Не. Вы спиздили мою пиздель в желтую лодку. Я не понимаю вас. Я вас требую три миллиона долларов. Ага. Три миллиона долларов и все. А пожизненное содержание? Ладно, жить я как-нибудь проживу. Самое главное три миллиона долларов. Ага. Вот как. Блядь, какая-то у вас деревня. Там сплошь поэты, музыканты. Вообще. Как еще раз твоя деревня называется? Село Моховое. Село Моховое. Отлично. Что хочешь, пользуясь случаем, передать селу Моховому? Большой привет. Все хорошо. Чтобы уже просто стало. Просто развивалось. И чтобы было много девочек, девчонок. А ты не хочешь, вот если тебе действительно дадут там три миллиона долларов, ты не хочешь там построить у себя в деревне какой-нибудь небоскреб? Бордель. Посмотрим, посмотрим. Если дадут, посмотрим. На развитие, самое главное, на развитие бизнеса. В любом случае дадут. А каким бы ты бизнесом хотел заниматься? Можно заниматься с людьми скота. Да, скота продавать. Продавать. Кого? Скотиков. Да, да, да. Скотиков продавать. Разведением скотиков. Да, да. Разведением скотов хочешь заняться. А потом скотиками торговать. Да, да. Да, да. Я говорю, погляжу, ты сам скотик хороший. От тебя лично хочу добавить, что армия Деда Короля будет биться до последнего. Мы выиграем все суды, еще подадим Гагский суд. Мы добьемся своего, потому что, давай, армия Деда Короля. Ну-ка еще раз, пацаны, что за армия Деда Короля. О, представители армии Деда Короля.